Чудеса Христос Воскресе, дорогие наши друзья, милостью Божьей, мы с вами встретили светлое Христово Воскресенье, напитались этой пасхальной радостью, и можно дальше жить и идти по этому жизненному пути. А 26 апреля мы с вами будем совершать память святых местно чтимых Васильевских мучеников, святого священномученика Сергия, Прохора и Кирилла. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! Дорогие братья и сестры, сердечно рад приветствовать вас в Кафедральном соборе Рождества Престой Богородицы в этот светлый праздничный день, в день, когда уже закончилась Светлая Седмица, но продолжается еще пасхальное торжество на Вознесение Господне. Мы, дорогие братья и сестры, православные христиане Николаевщины, должны знать, что у нас, кроме нашего, скажем так, самого древнего покровителя Николаевской земли, Святителя Николая, Чудотворца Мерликийского, есть у нас и другие небесные покровители. Среди них священномучник Николай Романовский, протопресвитер, настоятель церкви греческой, сейчас это Свято-Никольский храм на Фалеевской, и новомученики Васильевские, села Васильевки Снегиревского района, которые в 1922 году пострадали за веру Христову. И вот сегодня эти три человека, среди них священник Сергий по фамилии Штенко, Прохор Бунчук и Кирилл Примак, староста и попечитель храма Рождества Христова в селе Васильевка. Эти люди святые пострадали за веру. Мощи священника Сергия находятся, как священника, в кафедральном соборе Рождества Престой Богородицы, мы возле них стоим, возле раки с мощами. Мощи остальных двух святых находятся в монастыре святых раноапостольных царей Константина и Елены, села Константиновка, Витовского района, и в их родной церкви, село Васильевка, храм Рождества Престой Богородицы Снегиревского района. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны знать, что эти святые стоят у Небесного Престола Божьего и молятся за наш Николаевский край. И кто же были эти святые? Кто это такие? Что это за люди были? Это были совершенно простые, обыкновенные люди, такие же, как мы, из плоти и крови. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что напомним себе такие краткие страницы истории, что 1922 год после революции был очень-очень непростым. Советская власть под предлогом помощи голодающим по Волжье и другим мест, она развернула, решила уничтожить православную церковь. И она развернула кампанию под изъятию церковных ценностей. А на самом деле это было уничтожение православных храмов. Ломались раки, ломались оклады, ломались иконы, износилась священническая богослужебная утварь, то есть святые потиры, чаши, лжицы, дискосы из алтарей. И все это было с бесчинством. Часто храмы взрывались, часто они закрывались. И так дальше, и так дальше. Это все было сделано для того, чтобы уничтожить православную церковь. И вот есть такое село Васильевка Снегиревского района. Раньше, до революции, оно называлось «Отобедово Васильевка». Потому что там, когда-то еще в 18-м столетии, Екатерина II, которая путешествовала по этим местам, она отобедала в доме приходского священника. И существует такая легенда, что будто бы она, понравился ей эта трапеза, что она подарила золотую чашу в храм села Васильевки. Именно золотую чашу. Но это была только легенда, такой чаши там не было. Но красноармейцам этого хватило. Они решили, как часто сейчас воры вламываются в храмы Божьи, они решают, что там есть какие-то огромные ценности. Никаких ценностей там часто нет. Там есть только богослужебные сосуды, богослужебные священные предметы для совершения Евхаристии, для совершения божественной литургии, самого главного таинства в жизни церкви. И вот, дорогие братья и сестры, красноармейцы решили, что есть такая золотая чаша в селе Васильевка, в храме Рождества Престой Богородицы. И некоторый милиционер пришел для того, чтобы изъять эту чашу. Женщины, то есть прихожанки храма, как всегда мы видим, что большинство приходов всегда состоит из женщин, они не пустили этого милиционера в храм. И это было восприняно как бунт, как протест, и уже в село пришел отряд красноармейцев. И они избили этих женщин, которые намертво, скажем так, стойко стояли возле храма, чтобы не дать святыни на поругание. Они избили этих женщин, две из них скончались от тяжких побоев. И уже ночью, но храм все равно они взять не смогли. И ночью уже, так сказать, коварно, скажем так, под покровом ночи, как тать, они пришли и взяли четверых человек. Во главе взяли священномучника Сергия, Штенко, настоятеля храма. Они взяли Кирилла Примака и Прохора Бунчука, староста и попучителя храма. Также вместе с Прохором Бунчуком был взят его, как бы, юный сын Никита. Они посадили ночью 26 апреля, посадили в ночь 26 апреля на телегу этих людей, будущих священномучеников, мучеников, новомучеников и повезли в сторону Снегиревки. Но на Снегиревку их не довезли. Очевидно, на этих крестноармейцев, может быть, подогретых алкоголем, спиртным, может быть, знаете, случился какой-то приступ такой черной злобы, который дошел до патологических вещей. Они доехали, если кто был в Снегиревке, вот многие из вас, я знаю, уверен, братья и сестры, были на месте их убиения. Там есть между Васильевкой и между Снегиревкой, ну, фактически уже на границе Снегиревки, в самом райцентре, есть такой ярок, яр, он похож в виде чаши, такой чаши. Вот как бы, и там били два соленых источника. И вот в этом яру были убиты Васильевские новомученики. Они были убиты страшно. Так сказать, священники, они всю дорогу практически красноармейцы глумились над будущими святыми. Они издевались, били, кололи их штыками, кололи их саблями. Пока, наконец, священномучник Сергий, отец Сергий, он понял, что идет, грядет неименуемая кончина. И вот это, конечно, выдало его веру действительно во Христа. Он понял, что надо молиться, понял, что надо креститься, понял, что надо исповедоваться Богу, молиться Богу, потому, что душа его скоро пристанет перед Всевышним. И когда он начал креститься, то тогда неописуемая ярость, она поднялась в сердцах и душах этих, скажем так, большевиков, и они начали рубить саблями руки священномученика. На, так сказать, один из святых, Кирилл, Прохор Бунчук, он бросился на помощь священномучнику Сергию, но был тут же застрелен на месте. Его сын Никита успел убежать, успел убежать, он скрылся в кустах ночью. Это еще больше разгневало, так сказать, этих палачей, и они совершили страшный грех. Кириллу Примаку наживо открутили голову как бы руками, и священномучнику Сергию, они очень долго издевались над священником, выкололи ему глаза, отрубили ему руки, потом вспороли живот и намотали на коловорот колодца, который там был, намотали его внутренности. А потом они как бы очнулись от этого страшного греха, который они совершили, присыпали, едва-едва присыпали тело землей, тела землей и уехали в спешке, сами ужасая своего страшного убийства. И вот, дорогие братья и сестры, позже эти тела были найдены, мощи, были захоронены на территории храма Рождества Христова села Васильевки, и там до сих пор есть могила, и уже в 2008 году по представительству правящего архиерея Высокопрошедшего митрополита Николаевского и Очаковского Петерима на комиссию по канонизации синодальной были предоставлены документы о новомучениках и было принято решение, это было в апреле 2008 года, было принято решение о канонизации Васильевских новомучеников. И вот мы имеем, дорогие братья и сестры, таких великих святых, которые стоят у престола Божьего и молятся теперь за наш край. Их днем памяти по традиции православной церкви всегда день памяти святых часто устанавливается в день смерти, потому что день смерти это как бы день рождения человека, день встречи его со Христом установлен 26 апреля по новому стилю. Мы имеем возможность праздновать их великий день памяти. Здесь в соборе будет божественная литургия и там тоже во всех местах, где находятся их мощи, также будут божественные литургии. Так что, дорогие братья и сестры, приходите, будем почитать их память, будем стараться славить и величать наших новомучеников, которые отдали свою жизнь за православие, за веру. И это действительно так, потому что время было страшное. Если мы посмотрим, мог священномученик Сергий отказаться от Христа, мог сбрить бороду, мог сбрить волосы, мог убежать, но он этого не сделал. Мог он на коленках вымаливать какие-то для себя преференции, подписывать какие-то документы у своих мучителей мог, но он этого не сделал. В это трудное, страшное, очень тяжелое время он всецело предал себя Христу, всецело на Него уповал и перед смертью, которую он неименуемо ожидал, он именно крестился. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны понимать, что новомученики и исповедники в земле нашей, в земле русской просиявшие, для нас являются путеведными звездами, которые указывают нам дорогу ко Христу. Множество архиереев, сотни архиереев, сотни священников, сотни монахов предали свою душу в волю Божью. Они могли выбить для себя преференции всяческие, они могли стать преподавателями атеизма, развенчивающими культ религиозный и получить очень много денег, получать пайки, получить статус и положение в обществе. Но вместо этого они избрали скорбный и тесный путь, потому что мы должны знать и должны понимать, особенно в эти дни светлой и святой Пасхи, светлого Христового воскресения, для чего мы страдаем. Мы страдаем не просто так, потому что мы любим страдать, и скорбим не просто так, потому что мы любим страдать и любим скорбеть. Но мы страдаем, потому что мы знаем, что наступит величайшая пасхальная радость, которую мы испытали в эти светлые пасхальные дни, в светлое Христово Воскресение, в светлую Седмицу. И этой радости от нас никогда не отымет. Если мы здесь потерпим и здесь поскорбим, то мы войдем в вечность, в эту вечную, неизбывную, блаженную и величайшую пасхальную радость, радость Богообщения, радость соединения со Христом, где нас будут ожидать святые новомученики Васильевские. Христос Воскресе, воистину Воскресе, святые новомученики Васильевские, молите Бога о нас.